Жилищная субсидия – значимая поддержка от государства. Получить ее могут молодые семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории лиц. В Чувашии по итогам первого квартала 2018 года субсидию получают более 15 тысяч семей. С марта процедура оформления стала проще. Не обязательно приходить в отделы соцзащиты, можно написать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Как это работает, на примере Канаша, выясняла наша съемочная группа. В Кнаше и Канашском районе больше тысячи семей получают субсидию на оплату коммунальных услуг. После того, как стали принимать электронные заявления, количество желающих оформить господдержку увеличилось, говорят в местном отделе соцзащиты. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы превышают максимально допустимую долю, это 22%, от совокупного дохода семьи. Средний размер денежной помощи от государства – 1800 рублей ежемесячно. Назначается она на полгода, но только если нет задолженности по квартплате. Государственную поддержку на оплату ЖКУ могут получить и специалисты, работающие в сельской местности. Это медики, педагоги, социальные работники и работники культуры, ветеринары. Размер компенсации – 1055 рублей. Субсидия полагается и федеральным льготникам. У нас по республике таких получательных федеральных выплаты 106 тысяч человек. За первый квартал у нас выделено 90 миллионов рублей. По городу Канарши и Канарскому району 4600 получателей. Денежную компенсацию должны получать и люди старше 70 лет за взносы на капитальный ремонт. То есть, когда говорят, что граждане почтенного возраста не должны платить за капитальный ремонт, это не совсем верно. Они по закону обязаны его оплачивать так же, как и все остальные. А уже потом, через отдел соцзащиты, им возвращают определенный процент с этой суммы.